Северный район. Инспекторы задержали водителя на Volkswagen Golf. У молодого человека имелись признаки наркотического опьянения. У вас глазами это что такое? Употребляешь наркотики? Нет? Еще такие штуки, зрачки. Я в темноте вижу. Даже можно светом не светить глаза. Чуть позже образовалась неразбериха с водительским удостоверением. Инспекторы заподозрили подделку. С этим отправились разбираться в отдел. Ну а далее другой экипаж выявил двух подозрительных автолюбителей на проспекте строителей. Управляли, к слову, одним автомобилем. Вначале мужчина, пока им занимались инспекторы, за руль села дама. Отъехала. Чуть не разбила чужой автомобиль. Мужчину направили в наркологию, а девушку оставили в отделе. Сразу заявила, учусь на адвоката. Одни незаконно задержали, другие незаконно снимают. Она-то знает все. Мне, пожалуйста, вот это мужчина с камерами. Заявление? Дай, пожалуйста, листочек. И бумагу. И бумагу. Дайте мне. Конечно, сейчас дадим. Вы мне скажите, а зачем за руль сели все-таки? Бумагу и листочек. За руль-то зачем сели? Вы же пьяны. Я не пьяна. Ну как не пьяна? От вас такой запах алкоголя идет. К слову, девушка уже попадалась сотрудникам полиции. Впрочем, это не связано с дорогой. Вместе с требованием листка для заявления уточнила. Сейчас буду маме звонить. А мама-то зачем приедет? Забрать вас просто, да? Маму, я был судья. Мировой судья-то где у нас? Фамилия-то как у мамы? В Вологде. В итоге от освидетельствования дама отказалась. Ей грозит штраф и лишение водительского удостоверения. А следом в отдел привезли жителей Ярославской области. Задержали мужчину на проспекте Победы в Череповце. Нетрезвым за руль садится не впервые. А значит, его могут наказать по уголовной статье. Сегодня-то употребляли что-нибудь? А у меня нет. Чего пили-то? Так чего пили-то? Водка, пиво, коньяк, виски. Ладно. Кому ты поработал? Тем временем экипаж задержал очередного пьяного водителя. Ехал на форде по Карла Липнихта. На вопросы инспекторов отказался отвечать. И вообще ему показалось весьма подозрительным, что его о чем-то спрашивают. Это работа моя, поинтересоваться, почему у нас граждане позволяют себе употреблять напитки спиртные, а потом еще и садиться за руль. А это уже эпизод с улицы Маяковского. Инспекторы заметили женщину. Сидела посреди дороги в темной одежде. Мадаму могли сбить. Внимание полицейских ей не понравилось. Но при этом дама заявила. Езжайте. Чего езжайте? Мне, в общем, все-таки я специально напишу, что ваши номера машины. Специально, чтобы вы мимо проезжали, так проехали, что игнорировали. Где она, как тут оказалось, женщина не понимала. Фонтанировала претензиями в адрес сотрудников ГИБДД. Какую вы хоть службу-то несете? Дорожно-патрульную. Какую, например? Что вы, например, сделали с 4 утра и до 6? Извините, а вы кем работаете? А вы-то кем вообще, да? Кем, чем занимаетесь? Проституткой. Вот просто проституткой. Потом заявила. Везите домой. Адрес, правда, назвать отказалась. Издевайтесь, что вы не доволен. А мы что, такси, что ли, чтобы вас домой-то возить? Ничего себе. Вы отдыхаете, веселитесь, а мы тут приезжать развозить вас будем. Когда сказали, что сейчас подъедут сотрудники ППС и доставят в отдел, женщина порядком возмутилась. Нормально, все с головой, таковы в порядке? У меня, у меня все отлично. У меня вообще-то двое детей. Когда приехал наряд ППС, женщина опять начала нервничать. Что вы так у вас сделали сегодня? Что? Вы сели в дом? Нет, меня сегодня в должности не повышали. Ну, не вам решать, до свидания мне или нет. В итоге женщину доставили в отдел полиции, но рейд на этом подошел к концу. Всего за выходные инспекторы задержали 12 нетрезвых водителей. Ольга Соловьева, Егор Плюснин, Новости.